Это заденет и, в общем-то, всех, все слои населения, упадет возможность покупать. На том же бензин подорожает, хлеб подорожает, все такие моменты. ЖКХ подорожает, поэтому, ну да, конечно, задевает всегда это. Поэтому хотелось бы стабильности в этом отношении. Ну, меня это лично не касается. В принципе, я работаю вот здесь в Газпроме, у нас индексация идет. Так что все хорошо у меня. У нас, к сожалению, полностью своего импортного замещения никакого нет. Как бы мы ни говорили, что у нас, допустим, продукты полностью свои, но какие-то прививки у нас зарубежные, какой-то земной фонд у нас зарубежный, оборудование, детали у нас тоже зарубежные. Поэтому, к сожалению, в полной мере мы живем не в Америке, и поэтому цены нефть упала, бензин подешевел, у нас такого не будет. У нас, к сожалению, могут, наоборот, только вырасти. Мы ожидаем тогда подорожания всего, электроники, техники. Как бы что сделать? Ну, я надеюсь на наше правительство, что выровнять там наш этот курс рубля, что все будет хорошо. Есть светофор-магазин. Все для бедных, я им говорю. Все для бедных, для людей. Я и муку набрала, и гречку набрала. Все, что возможно. Да, хотя и живу одна. И вот полный балкон. Приди ко мне, у меня всего полно. Я не пропаду, а проживу. И экономная. И вам это желаю. Экономия – это большое дело. Надо рубль экономить. Это просто сейчас ажиотаж, все вернется буквально. Тем более, что банки, ну, так сказать, маржа банка, то есть продажи, покупка, абсолютно никакой разницы. Там буквально там, ну, сколько там, 2-3 рубля. Ну, то есть, поэтому смысла нет никакого. Обычным людям нужно все переводить в доллары. И, соответственно, нужно готовить своих детей к переезду из нашей страны. Это единственный шанс выжить. Город наш загибается, регион загибается. Так что нужно всем бежать. И, конечно, вам, молодежи, тоже нужно бежать. Мне интересно политика. А на вашу жизнь что-то отразится? Ну, как-то может отразиться, пока никак. Пока как денег не было, так нет. Мы бедные люди. Нам нечего терять. Хорошо. Минус 20. Баррель, теньков, тюрьме. У меня все хорошо. Но мы пережили 90-е. Посмотрите на мое лицо. Нам ничего уже не страшно. Думаю, это ненадолго. Что-то изменится. Надежда на наше правительство. Есть. У нас правительство, это оно к народу, в общем-то, отношений практически не имеет никакого. Оно тогда зашевелится, когда народ зашевелится. Когда народ будет свои интересы отстаивать, тогда и правительство что-то будет делать. Правильно? А так, как народ у нас всем доволен, запит молчит. Цены вырастут опять все. Что делать, скажите? Больше работать. И лучше работать, и больше зарабатывать. Благодаря тому, что наш президент Владимир Путин, у нас обеспечена полностью страна, застрахована от этого. У нас есть под это финансы. Понимаете? Поэтому ничего страшного не произойдет. Ну и, конечно, немножко скачнутся цены. Ну, это жизнь. А что вы знаете, что есть запасы? Я налоговый инспектор, я все знаю. Переживаешь и ночью не спишь. Потому что, конечно, сразу падает уровень жизни, возможностей, желания не совпадают с нашими возможностями. Перед туристическим сезоном, перед началом это все не очень позитивно. Ну и вообще, хватит, наверное, нам этих шоков тоже. Вот такие комитеты. Какие-то были, да, у вас на лето или есть? Да, поездки они есть, пока не отменяются. Но что будет дальше с рублем или с долларом, это просто страшно даже подумать. Может быть, никуда уже и не поедем. Просто уже достало. Это какой кризис уже по счету, начиная там с 98-го года. О каком-то там бизнесе, введении нормального бизнеса можно говорить. Когда работаешь, зарабатываешь, и в один день ты становишься просто беднее. Мне что хочется, на броневичок влезть. Вот только лидера нет, за которым можно было бы полезть на броневик. А делать ничего. Просто обтекать, стоять и обтекать. Никакого не будет. Все вернут на место. Центробанк справится. Для этого у нас есть фонд национальной безопасности. Это по телевизору так сказали? Нет, не только. И по Эхо Москве, между прочим, английский корреспондент сказал, что Россия единственная страна, которая подготовилась к кризису. Так что ничего плохого не будет. Вы доверяете, да? Английскому корреспонденту? Ну, как бы, альтернативе, да. Вы знаете, я не знаю, чем наши, по крайней мере, русские народы, понимая национальность того, что мы в России живем, чем напугать можно. Я не знаю, чем можно напугать. Я, особенно люди моего поколения, мы пережили, вот и 98-й, такие были прыжки у нас в стране. Живем? У вас волнует это тема? Нет. Ничего. А мне денег хватает. У меня рубля, вернее, долларов нет, у меня пенсии хорошие 20 тысяч. Вам хватает? На все. Ну, я не пью, не курю, просто все. В меру питаюсь. Ну, конечно, плохо сказывается на бюджете. Зарплату не поднимает. Я вот работник как СЭПа, сейчас живу еще эти диеты. Конечно, отрицательно это влияет на бюджет семейных. Какие планы на будущее тогда? Что делать? Какой выход? Не знаю, уезжать с города, наверное, в другой год, в Москву. Такие более развитые города. То есть у вас планы, да? Да. Да, да. В Нью-Йорке. Да, конечно. А что, рабочих мест очень мало, в Саратове нормально. Ну, особо не волнует, потому что долларов не так и много у меня. Ну, вообще неприятно, конечно. По телевизору говорят одно, а в жизни получается другое. В любом случае все перепады на простых жителей отражаются. И плохо, что в худшую сторону все это происходит. Уже ждем, когда будет жизнь-то налаживаться, а начать все сложнее и сложнее. Плохо, что наша экономика все равно по-прежнему в зависимости от нефти и всяких этих, от сырья, по сути. И она, по сути, не развивается. Ну, я вообще работаю на производстве и вижу, как это на самом деле все. Ну, надеемся, только вот Бог нас не оставит. Тогда поделитесь, наверное. Пошло, ну все. Вы смотрите? Да. Туда, куда должно идти. Вместе с теми, кто это организует.